Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент. Доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Гостем программы сегодня станет российский политолог, общественный деятель Борис Вишневский. Здравствуйте. У нас в прямой связи. Здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Вы также можете звонить и подключаться к нашему эфиру, писать в WhatsApp 230 6191 номер WhatsApp. Многие ввиду последних событий называют происходящее в России транзитом власти. Кто-то с этим не согласен, с этой формулировкой. Вы же в одной из своих статей назвали этот транзит от Путина к Путину. Вот что вы имели в виду и почему именно так вы видите эту ситуацию? Никакого транзита не происходит. Происходит укрепление авторитарной самодержавной власти, усиливается власть президента, чуть-чуть расширяется полномочия парламента, но несущественно, потому что то, что парламенту предоставляется в качестве возможности утверждать вице-премьеров и министров, полностью нивелируется правом президента их выгнать в любую секунду по своему желанию. Ограничиваются возможности суда, ограничиваются возможности регионов, ограничиваются возможности местного самоуправления и изолируется Россия еще больше от международного права. И какой это транзит? Это укрепление все того же самодержавия. То есть получается, что... Не происходит. Более того, все происходящее направлено исключительно на усиление и сохранение этой системы. То есть получается, что Путин это навсегда? Ну, по крайней мере, в том смысле пока физически. Он пытается остаться настолько, сколько возможно. Он, на мой взгляд, не хочет уходить от власти и не хочет ее отдавать. Ну, значит, граждане должны не позволить ему это сделать. Путин действительно не хочет отстраниться от власти, потому что мы можем вспомнить примеры, когда, например, Брежнев уже хотел уйти, но ему просто не давали те группировки, которые были вокруг, потому что он был неким гарантом стабильности этой системы. Вот Путин не устал от власти за эти 20 лет, как вы считаете? Это вопрос не ко мне, а к нему, во-первых. Во-вторых, судя по тому, как он себя ведет, он от нее не устал, мы от него устали, от его власти. Это без сомнения. На мой взгляд, в воздух мы устали, уходи, должен быть сейчас одним из ключевых для российской оппозиции, о чем я не раз говорил. Вы также являетесь руководителем фракции Яблокова Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. И вот изменение Конституции в поправках о национальных приоритетах над международными правами. Ваши сопартийцы Григорий Явлинский и Лев Шлозберг, они считают, что это может обернуться полной изоляцией для России, для системы международного права. Как вы это оцениваете и что вы думаете по этому поводу? Оцениваете ровно так же, только хочу сказать, что уже создан механизм, к сожалению, позволяющий не исполнять решения Европейского Суда по правам человека, с помощью соответствующих вердиктов Конституционного Суда, который признает решения ЕСПЧ неисполнимыми без нарушения Конституции. Вот такая вот, на мой взгляд, достаточно лукавая конструкция. Если Россия подписала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, решения ЕСПЧ должны исполняться безусловно, без всяких оговорок, позволяющих этого не делать. Сейчас предлагается закрепить в Конституции фактически то же самое, легитимизировать этот механизм уже на конституционном уровне. На мой взгляд, это категорически неверно. Это во многом лишает российских граждан возможности обращаться в ЕСПЧ и добиваться реализации своих прав с помощью системы международного права. Если любое ненравящееся властям решение ЕСПЧ можно будет не исполнить, то во многом теряет смысл обращения туда российских граждан. К сожалению, президент Путин именно эту изоляцию от системы международного права почему-то понимает как суверенитет. Мне кажется, что это глубокая системная ошибка. Но а до этого решение Европейского устава по правам человека, как оно воспринималось и исполнялось ли оно в России? Скажем так, большей частью исполнялись. В всяком случае, по российскому законодательству, скажем, решение ЕСПЧ является основанием для пересмотра уже вступивших в силу решений российских судов. Исполнялись решения о выплате тех или иных компенсаций российским гражданам, у которых было нарушено, скажем, их право на справедливое правосудие или какое-либо другое. Но если будет запущен механизм, который позволит игнорировать решения, кстати, не только исполняться, а вообще любых международных органов, это касается, скажем, и трибуналов по морскому праву и других, со ссылками на то, что якобы это в чем-то противоречит Конституции, это очень опасный путь. Тем более в ситуации, когда Конституционный суд оказывается еще больше подконтролен президенту, и понятно, что то, что надо, он признает несоответствующим Конституции. Без больших проблем. Что касается смертной казни, такие дискуссии возникли в российском общественном и медийном пространстве о том, что смертная казнь может вернуться. Это было после такой громкой истории, связанной с убийством ребенка. На ваш взгляд, в связи с этим отдалением России от институтов европейского права, насколько эта перспектива реальна? Может ли Россия вернуться к смертной казни? Я не думаю, что это произойдет. Тем более, что для российских властей это вопрос непринципиальный, как мне представляется. Вот не исполнять решения СПЧ, которые тыкают российскую власть носом в ее неправовое поведение, это может быть принципиально. А вопрос о смертной казни, как мне кажется, к таким российских властей не относится. Вряд ли в данном случае пойдут на отмену введенного на нее моратория. Ну вот буквально пару часов назад появилась информация о том, что сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Квишас, он заявил, что после принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, он считает. Могут ли, на ваш взгляд, быть все-таки плюсы от изменения Конституции? Потому что мы в основном кредит... Такого, которое предложено, нет. Я могу очень легко это объяснить. Там есть две социальные новеллы, которые никак не влияют, тем не менее, на благосостояние россиян. Предложение о том, чтобы минимальный размер оплаты труда был ниже прожиточного минимума – это абсолютное лукавство, потому что мы знаем, что российские власти, как федеральные, так и региональные, утверждают этот прожиточный минимум, то есть стоимость потребительской корзины плюс набор необходимых услуг на таком уровне, что прожить на это невозможно. Они и дальше прекрасно могут это делать. Будет нищинский прожиточный минимум, значит, соответственно, минимальный размер оплаты труда будет таким же. Что касается индексации пенсии, хотят записать в Конституцию формулировку, что гарантируется индексация в соответствии с законом, так она и сейчас устанавливается законом, и этим же законом она замораживается, например, на неопределённый срок, как это происходит все последние годы. Поэтому никакого улучшения благосостояния не происходит. Я вам, кстати, больше скажу. Вообще, Конституция – это не тот документ, изменения которого должны улучшать благосостояние граждан. Конституция – это документ, который гарантирует гражданам права и свободы, и который устанавливает обязанности для государства эти права обеспечивать, и ответственность государству за их невыполнение. Почему именно сейчас появилась необходимость Владимира Путина менять Конституцию? Ведь мы знаем о его заявлении в начале 2000-х, когда он говорил, что ни в коем случае не будет менять. А потом ещё он как-то оскорбительно высказался на предложение поменять Конституцию. То есть, в принципе, он всегда был настроен против смены Конституции. Почему сейчас это стало такой необходимостью острой и внезапной? Очень многие бы хотели получить ответ на этот вопрос. Я лично его не знаю. Я вижу, что происходит. Я вижу, что власти действуют так, как будто бы у них внезапно бездна разверзлась под ногами. Что они жутко спешат. Почему они спешат? Непонятно, есть разные гипотезы. Мне трудно оценить степень их убедительности. Я только вижу, что они жутко торопятся. Что касается слов президента Путина, то он многократно впоследствии отказывался от сказанного ранее. И в этом не вижу ничего удивительного. Такова его манера политического поведения. Сейчас захотелось внести такие изменения, которые, повторяю, ещё больше усиливают президентскую власть. Из чего я делаю вывод, что он теоретически не хочет уходить с этого поста. Поскольку власть кого-либо кроме себя, он бы усиливать не стал. Но это вытекает из всего того, что я знаю о нём, из моих наблюдений за ним, в том числе лично, на протяжении по четырёх десятков лет. Вот ещё о ваших наблюдениях. Вы одним из главных страхов Путина назвали сменяемость власти. Причём как на региональном уровне, так и на уровне правительства в целом. Вот ещё с 1996 года, вы сказали, этот страх появился у него. Вне всех сомнения это было связано с выборами петербургского мэра. Когда Собчак, чем первым заместителем был Путин, проиграл честные выборы. И власть в городе сменилась. Вот с тех пор Вадим Вадимович старается больше не попадать в такие ситуации, когда меняется власть. Он, кстати, тогда после этого остался без работы, как известно. Если бы Анатолий Борис Чубайс его бы не пригрел и не способствовал переводу в Москву, не знаю, кем бы сейчас Вадим Вадимович был. То есть этот страх присутствует и сейчас, или какая-то абсолютность власти более уверенно воспринимается им, как вы думаете? Страх присутствует постоянно. Понимаете, вся российская политическая конструкция, начиная, кстати, ещё до Путина, ещё с 1993 года, выстраивалась как конструкция, обеспечивающая несменяемость власти по воле граждан. Каковы бы ни были политические предпочтения граждан, власть должна оставаться в одной и той же правящей группировке. В этом смысл многих норм, которые заложены, в том числе и в Конституцию сегодняшнюю. Но Ельцин ведь всё-таки, по крайней мере, можно сделать такой вывод, что он хотел сменяемости власти, и он как раз к этому шёл и такую конструкцию выстраивал. Или это всё-таки заблуждение, как вы считаете? Ельцин ушёл тогда, когда понял, что не может больше управлять страной, оставив преемника, который ненавидит демократию, свободу и права человека. В случае такой вывод я делаю, исходя, опять же, из наблюдений за его действиями и словами. И с тех пор никакой сменяемости власти в России не было. Все принимаемые законы направлены на то, чтобы усложнить эту сменяемость максимально, чтобы ограничить доступ к выборам, ограничить свободу средств массовой информации, ограничить права граждан на свободу сообраний, на свободу слова и на многое другое. Это надо понимать, что политическая конструкция, выстроенная всё время Ельциным, это прямая предтеча той, которая есть сегодня. Это один и тот же курс. Нет такого, что при Ельцине было одно, а потом пришёл плохой Путин и всё испортил. Это продолжение той же линии. Да, напомним, телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Небольшой перерыв сделаем, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв. А на прямой связи из Санкт-Петербурга у нас российский политолог, общественный деятель, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Борис Вишневский с нами на прямой связи. Здравствуйте ещё раз, слышите ли вы нас? Здравствуйте ещё раз. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Вот мы видим на видео, что у вас Рижский бальзам как раз. Мы не ошиблись, Рижский бальзам у вас сзади? Нет, вы не ошиблись. У меня в шкафчике он стоит, иногда я добавляю его в чашечку кофе для вкуса. Часто бываете в Риге, кстати? Не очень, знаете, но иногда добавляю. Эта бутылка стоит уже, наверное, второй год. А в Риге как? Пока ещё не закончилась. То есть в Риге бываете нечасто? Знаете, в Риге, к сожалению, я был только проездом по паре часов по дороге из Вильнюса в Петербург. Вот дважды в прошлом году я ездил в Вильнюс, и автобус останавливался на пару часиков в Риге. Один раз я даже смог, поскольку была нормальная погода, выбраться в город, немножко по нему проходить, выпить кофе. К сожалению, очень мало было времени. Вот интересно, что когда говорят о Латвии и о русскоязычном населении балсийских стран, то там как раз Владимир Путин на голосовании, граждане России, которые здесь живут, он устанавливает рекорды. Латвия на выборах президента обошла Чечню по количеству людей, которые проголосовали за Владимира Путина. Больше 94% граждан России в Латвии проголосовали. Вот в чем, на ваш взгляд, феномен восприятия Владимира Путина русскоязычными, живущими за пределами России? Потому что мы видим, что цифры действительно очень высокие. Обратите внимание, что, насколько мне известно, никто из этих людей не хочет переехать в Россию непосредственно под власть Владимира Путина. Они за него голосуют на расстоянии. Но, может, именно тот факт, что они живут в благополучной европейской стране в Латвии и позволяет им параллельно голосовать за Путина, поскольку все-таки от реалий российской жизни они, возможно, к счастью для них, довольно серьезно оторваны и не ощущают на себе последствия правления Владимира Владимировича, а наблюдают только по телевизору некие его внешние действия. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Алексей, меня зовут. Да, Алексей. Чтобы задать вопрос оппоненту. Что, скажем так, позволяет принять такое мнение, что в Латвии благополучная европейская страна, вот с вашей точки зрения? Да, спасибо вам. Знаете, я не то чтобы очень внимательно слежу, конечно, за тем, что происходит в Латвии, но все-таки немножко слежу, и мне представляется, что на сегодняшний день это типичная европейская страна, не особо сотрясаемая какими-то конфликтами, с достаточно пристойным уровнем жизни для граждан, с вполне демократическим устройством, общество со сменяемостью власти, это, кстати, с политической системой, которая мне лично вполне симпатична, ибо, по сути дела, эта система очень близка к парламентской республике, а я давний там сторонник именно такого устройства. Поэтому то, что я наблюдаю на расстоянии из Петербурга, мне позволяет назвать Латвию достаточно такой типичной, спокойной, нормальной европейской страной. Что касается популярности партии «Яблоко» за рубежом, может быть, на постсоветском пространстве, как-то отслеживаете это? Нет, знаете, это я не очень отслеживаю. Меня волнует популярность партии «Яблоко» в России, а не за рубежом. Ну, может быть, россияне как раз, которые живут за рубежом, за пределами России? Ну, вообще, достаточно часто мы получаем очень приличные результаты голосования за «Яблоко» как раз среди наших граждан, которые проживают за пределами России. В разных странах, но, к сожалению, этих граждан не настолько много, чтобы обеспечить нам, например, пока возвращение в Государственную Думу. Я надеюсь, что в 2021 году у нас все-таки это получится. Вот вопрос от нашего радиослушателя. Андрей Боровой у вас спрашивает, что должно произойти, чтобы Григорий Явлинский, наконец, перестал быть основным действующим лицом партии «Яблоко». Сколько еще поражений необходимо, спрашивает он. Знаете, в партии «Яблоко» много лиц, и среди них нет главных. Председатель партии «Яблоко» – это капитан команды. Григорий Явлинский, кстати, не является представителем партии «Яблоко». Да, Николай Рыбаков. 11 лет как, сейчас является Николай Рыбаков. Власть на уровне председателя партии в «Яблоке» регулярно меняется, в отличие от России. А что касается поражений, вы знаете, мы выигрываем достаточно часто на региональных выборах, мы выигрываем на местных выборах, мы одерживаем, нам очень впечатляющие победы, как в прошлом году на выборах в Московскую городскую думу или в Пскове, где мы проводим наших депутатов, в том числе на региональный уровень. Так что насчет поражений, значит, это не к нам. Но поменялось ли что-то со сменой Григория Явлинского на посту председателя партии «Яблоко»? Николай Рыбаков занял пост. Минуточку. Григорий Явлинский в 2008 году покинул пост председателя партии «Яблоко». Тем не менее, продолжаем. С тех пор постепенно был Сергей Митрохин, потом Эмилия Слабунова. Насчет того, что что-то поменялось, курс партии нет, он не будет меняться. Это курс на демократию, на справедливость, на свободу, на права человека, на честные выборы. И в этом плане пусть от нас не ждут никаких изменений. Мы боролись и будем бороться именно за это. Формы работы партии, естественно, меняются. Мы их стараемся адаптировать к существующим условиям. Стараемся больше работать с гражданами, больше разъяснять им свою позицию, больше работать в социальных сетях. К сожалению, мы отрезаны от телевидения, от федеральных средств массовой информации. Очень серьезно установлена просто информационная блокада. Поэтому есть проблемы, но мы стараемся их преодолевать. И опять же, в «Яблоке» много лиц. И не только Явлинский, Рыбаков или Слабунова. Есть и Лев Шрозберг, и Александр Гнездилов, и Иван Большаков, и Максим Петлин, и очень много других известных и уважаемых людей. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый. Ну вот у вас, думает, что в Латвии есть, соблюдаются права и так и прочее. А знает ли он, что русскоязычные, с момента приобретения независимости, за которые они также голосовали, да, на сегодняшний день они не участвовали, то есть их не приглашали, не были министрами и так далее. То есть русскоязычные не управляли никогда страной. На сегодняшний день у нас еще есть более чем 200 тысяч неграждан. То есть эти люди ущемлены в правах. То есть они не имеют права по закону купить сельскохозяйственную землю, выращивать свиней. Да, какой у вас вопрос, чтобы гость мог ответить? Какой у вас вопрос, уважаемые радиослушатели? Задавайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос такой, а не хочет ли он поинтересоваться именно, почему русскоязычных латышей не допускают в классе? Ведь 95% латышей рули страной, русскоязычных не допускают. А вы говорите о какой-то демократии и прочее-прочее. Да, спасибо вам. Можно, конечно, уже отвечу. Знаете, года три назад в законодательном собрании в Санкт-Петербурге, где я депутат, мы встречались с делегацией из Риги и в частности с господином Нилом Ушаковым. Вполне себе русскоязычным политиком, который долгое время занимал пост мэра города Риги. Это насчет того, что куда-то не допускают. Кроме того, ну это не мое, конечно, дело, давать советы в данном случае, но мне кажется, что было бы правильным для людей, которые живут в Латвии и у которых русский язык именно родной, если все-таки можно предпринять какие-то меры для получения гражданства. Насколько я знаю, это многим довольно удавалось. И тогда никаких проблем уже не возникает. Еще звонок примем. Так, только что был сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый день. А вот у меня вопрос. Почему бы вам со всей этой оппозицией, вот Навальный, Удальцов, я не знаю, там я особенно не скажу, сколько еще есть оппозиционеров, не объединиться и не пойти единым фронтом? Тогда вам, наверное, все-таки легче будет бороться с властью Путина, как вы говорите, и переменить в России обстановку. Спасибо. Да, спасибо. Российское законодательство запрещает создание избирательных блоков на выборах, к сожалению. Поэтому каждая партия должна на выборах действовать самостоятельно. Она не может объединиться с другими и создать общий избирательный список. Мы против этого запрета и с этим боремся, но пока, к сожалению, мы не можем его отменить. Что касается остального, мы прекрасно объединяем наши усилия в решении очень многих проблем, вместе участвуем в митингах и других публичных акциях, вместе боремся за права и свободы граждан, вместе боремся за честные выборы. Для этого совершенно не требуется какое-либо организационное объединение и создание из разных партий одной большой. Это все равно, как предложить из разных средств массовой информации создать одно большое. Почему вам не объединиться всем? Я обычно отвечаю журналистам, когда они меня спрашивают, почему вы не объединяетесь с тем-то, с тем-то и с тем-то. Потому что мы разные, потому что каждая партия представляет все-таки немножко отличающуюся друг от друга часть населения и их интересы. Но при этом, когда наши точки зрения совпадают на ситуацию в стране, мы действуем вместе, именно действуем, а не все записываемся в одну большую организацию. Я считаю, что это правильно. Наша диаслушательница упомянула сейчас Навального. Он в свое время был исключен из партии «Яблоко». Известный оппозиционный лидер, в том числе Илья Яшин, кажется, также был исключен при председательстве Сергея Митрохина, если я не ошибаюсь, это было. Как вы оцениваете это и что было причиной тогда для исключения? Я голосовал за исключение Алексея Навального из партии «Яблоко». Исключен он был за национализм, чтобы понимали бы наши слушатели, за то, что он стал одним из организаторов русского марша в Москве. «Яблоко» и национализм – несовместимые понятия. Это то, что у нас абсолютно запрещено, и националистов у нас в партии нет и не будет никогда. Что касается Яшина, там была более сложная история. Илья, к сожалению, после исключения из партии, которую я, кстати, не поддерживал, я голосовал против этого, когда его исключали, Илья много достаточно грязи вылил на партию «Яблоко», и на мой взгляд, это все было очень некрасиво и очень несправедливо. В последнее время отношения, по-моему, между ним и Яблоком стали немножко полуспокойнее. Тем не менее, что произошло, то, что произошло. А что касается Навального, я считаю, что решение его исключения было совершенно правильным. Как вы вообще оцениваете его деятельность сегодня? Его оппозиционную деятельность? Навального. Я высоко оцениваю его антикоррупционную деятельность. Что касается деятельности политической, есть вещи, в которых я с ним категорически не соглашаюсь. Я не соглашаюсь, например, с его идеями, так называемого умного голосования, «Голосуйте за кого угодно, только бы за оппонентов «Единой России», потом выясняется, что эти оппоненты ее ничем не лучше». Я теоретически не соглашался с его призывами к бойкоту, например, президентских выборов 2018 года. Это очень помогло Владимиру Путину увеличить его процент. Я думаю, что такого рода призыв очень Путину помог, и страна Навального был очень большой политической ошибкой. Вспомните, наконец, выборы в Думу 2011 года, когда он говорил «Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России», прошли в Думу «Справедливая Россия», «Коммунисты» и «ЛДПР», потом стали от «Единой России» абсолютно неотличимы. Ну и, кстати, последний очень яркий пример. За изменения в Конституции первым учениям в Государственной Думе единогласно голосовали все. И «Справедливая Россия», и «Коммунисты», и «ЛДПР». Это к вопросу о том, что они чем-то от «Единой России» отличаются. На мой взгляд, ничем. Поэтому есть расхождение. При этом отношение к нынешему политическому режиму и у Яблока и у Навального, оно достаточно общее. То есть Навальный, получается, сыграл на руку действующей власти? На президентских выборах 2018 года, безусловно. Своим призывом к бойкоту, красиво названную забастовку избирателей. Но это было не умышленно, на ваш взгляд, или умышленно, как вы думаете? Это история. Знаете, вопрос, глупость или измена возникает достаточно часто. Мне бы хотелось надеяться, что это было просто от глупости. У нас еще звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Вы про Ушаков здесь вспомнили. Чувствуется, вы далеки от событий в Латвии и не понимаете, что здесь творится. Вы знаете, что Ушаков проголосовал в Европарламенте за то, что Советский Союз ответственный за развязывание войны. Вот вы, наверное, тоже так считаете. Вот и не надо упоминать здесь русскоязычных. Ласов тоже был русскоязычным. И заслуги у него побольше, чем Ушакова были. Да, какой у вас вопрос, Александр? Вот как вы относитесь к такой позиции, так сказать, коллаборационистов, таких как Ушаков? Спасибо. Спасибо. Но в продолжение, может быть, темы еще и Зеленский как раз на эту тему высказался буквально на днях. Знаете, я говорил о Ушакове только с той точки зрения, что человек, относящийся уж точно к русскоязычному населению Латвии, занимал достаточно важный пост в структурах власти. А его партия, где было очень много таких, играла и играет, насколько я понимаю, очень серьезную роль в политике в Латвии. Я надеюсь, этого наш слушатель отрицать не станет. Что касается его высказываний в разных местах, я их не оцениваю. Это вообще не моя задача. Это задача людей, которые живут в Латвии. Я оцениваю высказывания действия российских политиков. Ну вот как раз у нас под анонсом вашего участия в нашей программе тут развернулась дискуссия, и Антон Филимонов пишет, что партия «Яблоко» всегда спонсировалась из аппарата президента. И от них, то есть от партии «Яблоко», ее представителей требовалось только одно в нужный момент – кинуть оппозицию. Что они с успехом и делали всегда? Вот такое мнение, как вы можете его прокомментировать? Значит, человек, который это говорит, лжет прямо и открыто. «Яблоко» – оппозиционная партия, которая выступает против президента и его курса. Никакой администрации президента и его аппаратом не спонсируется. Если он сидел под столом в момент оформления этого спонсора, пусть так и расскажет. Если нет, пусть не распространяет лживые сплетни. Еще звонок у нас. Да, слушаем вас. Я хочу дать понятие, чтобы он понимал, где Ушакован был мэром – это самоуправление. А есть сеть у нас – государственная структура. В государственной структуре ни одного раза с момента независимости ни разу не было, чтобы русскоязычник допустили к власти. Слушайте, но вы сейчас не правы. Вячеслав Домбровский был, например, министром экономики и образования. Да, это не соответствует действительности высказывания радиослушателя. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот сейчас мы подняли вопрос немножко Ушакова. Но ведь Ушаков – это тот человек, да, он русскоязычный, но мое мнение лично, что он очень близко был связан с Москвой, с Единой Россией, партией, там, дружбой и так далее. Да, какой у вас вопрос? У нас не очень много мнений. Вопрос следующий, что, и это меня очень, ну, как бы заботит, есть в Латвии русскоязычная прослойка, но она всегда ассоциируется с единым целым, а это неверно. То есть среди русскоязычной прослойки… Задавайте вопрос, пожалуйста, у нас нет времени для объяснения ситуации, чтобы гость мог ответить. Вопрос следующий. Яблоко конкретно. Вы знаете, очень много в моих кругах людей, которые считают так же, как тот, который вы оппонировали, и вопрос будет, как оппозиция, которая удобна президенту. Это мнение, ну, я скажу, ну, десятка людей. Не одного, а вот вместе со мной это десятка людей. То есть вы какой вопрос задали? Удобно ли это так? Ну, то есть вы утверждаете, что это никак не связано? Удобно ли вы, как оппозиция? Я так понял, вопрос наш. Абсолютная ложь. Я не знаю на основании чего эти ваши знакомые составляют такое мнение. Яблоко – партия, которая открыто и публично выступала против того, что было названо присоединением Крыма. Полагаю, что это серьезное нарушение международного права. Яблоко – это партия, которая выступала против участия России в войне в Сирии. Яблоко – это партия, которая выступала против всех ключевых политических инициатив президента Путина за последние годы. Если это называется быть удобными власти, то покажите мне, пожалуйста, неудобных. Повторяю, это ложь, это неправда. Так могут говорить только люди, которые ничего не знают о Яблоке. Потратьте немножко времени, зайдите на официальный сайт партии Яблоко, посмотрите на нашу политическую позицию, на наши заявления, на выступления наших лидеров, а потом сами ответьте себе на вопрос, насколько это удобно власти, с которой мы боремся, которая арестовывает и сажает наших активистов. У нас куча людей под уголовным преследованием из Яблока. На них нападают, их избивают. Это все происходит. Но в России существует сегодня так называемая беззубая оппозиция, о чем говорят. Часто партию ЛДПР, например, причисляют к ее данным. ЛДПР вообще не является оппозицией. ЛДПР является абсолютно провластной партией, филиалом «Единой России». Примерно такими же являются справедливая Россия и коммунисты. Повторяю, все они в едином порыве единогласно поддержали путинские поправки Конституции. На этом вопрос оппозиционности должен быть закрыт раз и навсегда. До этого они в едином порыве поддерживали закон подлецов, так называемый, например, о запрете иностранного усыновления, который просто стоил жизни целого ряда детей, которые лишились этого усыновления. Закон объявления некоммерческой организации иностранными агентами при свободе. Закон об ужесточении наказания за публичные акции. Это не оппозиция, это псевдооппозиция. В Думе сегодня оппозиции нет вообще. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Сергей. Да, Сергей, давайте вопрос. У меня такой вопрос. Вот только что сказал Викторский, что аннексия Крыма России. У меня такой вопрос. Почему вы не молчали, когда Крыму от Украины отделялась, и крымских ребят, ста баранов, передали туда, в другое государство? Никаких прав, никто не возмущается. Какой вопрос у вас? Когда выгодно, тогда вы делаете все себе. И потом у меня, так сказать, такое, что яблоко, вот, их есть, и так далее. Это не просто, так сказать, критикуют, они просто борются с Россией. Да, спасибо. Вы боретесь с Россией. Знаете, Владимир Владимирович Путин тоже очень любит говорить, что те, кто его критикуют, борются с Россией. Видимо, Россия у нас разъясняется исключительно с собой. Это стремление объявить своих критиков, борющимися со страной, это с советских времен. Критикуешь что-то, значит, ты против советской власти. Это я очень хорошо помню. Что касается Крыма, какое стадо баранов? Вы вообще о чем, уважаемый слушатель? Вы в курсе, что в 1991 году, когда Украина объявляла о независимости, за эту независимость голосовало большинство, в том числе и в Крыму, на свободном референдуме. Так что никто никого ничего делать не заставлял. Еще звонок у нас. Много радиослушателей на линии. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, отключился наш радиослушатель. 672-12-93-9. 6-7-2-13-93-9. Телефон у прямого эфира. У нас несколько минут остается до конца. Можете позвонить или написать нам в WhatsApp 230-6191. Да, ну и подытоживая, у нас... Да, появился снова звонок. Здравствуйте. Извините, маленькое дополнение. Про референдум вспомнил, товарищ. А он знает, что референдум прошел с нарушением Конституции. Что вы об этом молчите? Какой референдум? Какой референдум вы имеете? Референдум на Украине. Он произошел с нарушением Конституции. Это вы крымский имеете в виду, или какой референдум? На Украине, я говорю. Крым это тоже Украина, как вы помните. Он был, значит, проведен с нарушением Конституции не в тех сроки, которые были указаны в Конституции. Вопрос какой у вас, Александр? Вот почему он об этом не вспоминает и говорит, что товарищу отвечает, что вы же знаете, что там референдум произошел, но он произойдет не по Конституции. Вы знаете это или нет? Да. Эмоционально. Знаете, вы, видимо, большой специалист по Крыму и по Украине. Мне ничего не известно о том, что была нарушена Конституция. Жалок там никаких на Украине не было. По поводу этого референдума, наоборот, был всеобщий восторг по поводу создания независимого государства. Это происходило тогда, когда распадался там Советский Турссоюз. Когда и Украина, и Белоруссия, и другие республики стали независимыми. Если вы через 30 лет вспомнили, что были какие-то нарушения Конституции, то это ваши проблемы. Я не слышал таких жалоб с Украины. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Спасибо нашему гостю. У нас на прямой связи из Санкт-Петербурга был руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, политолог и общественный деятель Борис Вишневский. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.